Добрый вечер, в эфире новости, проведу факты. Я Нинель Восконян. В ближайший час мы с коллегами расскажем, что интересного произошло в нашем регионе. И вот лишь часть того, что покажем в этом выпуске. На сегодняшний день будет 4,8 миллиарда рублей. И слава богу, что у нас есть эти возможности. Мы не останавливаемся. Миллиарды на развитие. Бюджет края этого года пополнился на круглую сумму. Самочувствие хорошо. Привиться решил. Потому что надо. Отец уже привитый. Надо тоже прививаться. Вакцинация с видом на море в центре Сочи. Открылся новый мобильный пункт. Дисплей Брайля позволяет людям с ограниченными возможностями быть в жизни такими же полноценными. Новые горизонты открыты, когда просьба особенного ребенка меняет систему в стране. Зависает. Ага. Зовет. Заплыли в западню новые герои. Появились в современной сказке о рыбаке, которая стала реальным скандалом. На Кубани сегодня начали действовать ограничения на размещение туристов. Справка о перенесенном COVID-19, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Только при наличии одного из этих документов можно заселиться в отель или санаторий. Как отдыхающие и представители туротрасли восприняли нововведение, узнала Яна Кулешова. Поездка в Сочи для Виталины Кущенко – дело давно решенное. Москвичка заранее позаботилась о своем отпуске, забронировала проживание в санатории. Когда узнала, что с 1 июля необходимо предоставить дополнительные документы при заселении, паниковать не стала. Записалась на ПЦР-тест. Я, к счастью, получила в течение суток этот результат отрицательный. Ну и, в общем-то, не очень хлопотный. Теперь можно спокойно насладиться отдыхом на Черноморском побережье, не боясь подхватить опасный вирус или заразить других. От того и спада интереса туристов к городу отельера особо не ощущают. Он составляет порядка 4%. Отмена бронирования были, но они не настолько значительные, как мы предполагали, поскольку люди со всей страны понимают, что состояние здоровья их и окружающих – это превыше всего. Не заметили оттока путешественников и в Новороссийске. Москвич Алексей Янин на курорте – частый гость. Приезжает сюда в командировки. Нововведения для мужчины прошли без потерь. Сделал прививку и свободно перемещается по стране. Про анализы на COVID-19 и думать забыл. Нужно делать каждые три дня. И это, во-первых, стоит денег. Во-вторых, это такая процедура не то что болезненная, но, может быть, не совсем приятная. Ответственно к своему здоровью и окружающих относятся и представители туристической отрасли. Они продолжают вакцинироваться. До 23 июля 60% специалистов должны получить первый компонент вакцины. До 23 августа – второй. У нас больше 50% сотрудников прошли вакцинацию. Мы уже стоим в очереди на то, чтобы вакцинировать остальную часть наших сотрудников, тем, которым можно вакцинироваться. Строго соблюдаются и другие предписания. Масочный режим, регулярная термометрия и дезинфекция помещений – все это стало частью ежедневной работы. Не страшен коронавирус гостям и за пределами гостиницы. Детям до 6 лет документы не потребуются как на пляже, так и в средствах размещения. Остальные должны предоставить справку о перенесенном COVID-19, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Сегодня индийский штамм, это тоже, так сказать, уже ученые нам говорят, эти исследования, которые провели. Один больной индийским штаммом может заражать уже до 8 человек. Это на сегодня очень актуальное решение, потому что, учитывая тем более, что сезон и так далее, что люди ездят, мы должны быть уверены, что люди едут здоровыми. Затем, как гостиницы и санаторий выполняют постановление губернатора Краснодарского края, будут следить мониторинговые группы. Любое отклонение от правил будет караться. Сейчас у нас уже работают мобильные группы, которые будут ходить в том числе и по частному сектору. Если выявляется, что человек не соблюдает требования Роспотребнадзора, то, естественно, об этом будет сообщаться как раз-таки в территориальный орган Роспотребнадзора. С 1 августа требования при заселении в отеле и санатории будут ужесточены. Одного лишь отрицательного теста будет недостаточно. К нему надо будет приложить свидетельство о том, что вакцинация противопоказана. Меры жесткие, но необходимые, чтобы отпуск не завершился поездкой в красную зону. Гости Сочи, как и местные жители, теперь могут сделать прививку рядом с пляжем. В самом центре курорта в районе морского вокзала открыли новый пункт вакцинации. Это уже 27-я локация на курорте, где можно сделать антиковидный укол. Три из них открыты на базе фельдшерско-акушерских пунктов. Еще столько же выездные. Планируется, что в новом модульном комплексе смогут привить до 150 человек в день. Для того, чтобы прийти на вакцинацию, действительно надо принять решение, взвесить все за и против. Бывает, задают вопросы о наличии той или иной вакцины. Но в любом случае мы уведомляем о том, что окончательное решение все равно за врачом. После осмотра, беседы с пациентом, врач выносит решение, какую вакцину использовать в той или иной ситуации. По словам врачей, если поток желающих увеличится, заработает еще одна медицинская бригада. В таком случае мобильный пункт сможет принимать до 300 человек. Модульный комплекс оснащен всем необходимым оборудованием, предусмотрены условия хранения вакцин. Первые желающие уже получили свою прививку здоровья. Самочувствие хорошо, привиться решил. Потому что надо, отец уже привитый, надо тоже прививаться. Сегодня в Сочи привито около 62 тысяч жителей. Врачи рекомендуют вводить второй компонент в том же пункте вакцинации. Модульный комплекс в районе морского вокзала открыт для всех желающих с 9 утра до 19 часов. Бюджет Краснодарского края на 2021 год увеличили еще на 9,5 миллиардов рублей. Расходная часть составит более 332 миллиардов. Об этом заявил Вениамин Кондратьев. Губернатор принял участие в 58-й сессии ЗСК. Прежде всего, средства будут направлены на социальную поддержку жителей Кубани, а также развитие здравоохранения. Все подробности знает Яна Бузычкина. Поправки со знаком «плюс» за изменения в краевой бюджет текущего года единогласно проголосовали кубанские парламентарии. В 58-й сессии ЗСК сегодня принял участие глава региона. Доходы выросли. Следовательно, появилась возможность определиться с расходами и направить средства на жизненно важные отрасли. Плюс 2 миллиарда 300 миллионов рублей на развитие здравоохранения края. Деньги пойдут на завершение строительства лечебно-диагностического корпуса детской краевой больницы, капремонт городских районных лечебных учреждений и закупку льготных бесплатных лекарств, а также на приобретение оборудования для сельских и детских медучреждений. 535 миллионов рублей на приобретение оборудования для сельских больниц, детских поликлиник, коллеги. Но как бы ни было, все равно это полмиллиарда рублей. А всего-всего в этом году мы выделяем 4,8 миллиарда рублей. Мы говорим сегодня о финансовых возможностях и распределении средств на 1 июля. Я думаю, что точно 4,8 миллиардов рублей на это, а перейдем через 5 миллиардов рублей, потому что сельские больницы, их оснащенность, она тоже сегодня приоритет. Там же у нас на селе люди живут. Люди, они тоже нуждаются в хорошей медицинской помощи. Поэтому, еще раз подчеркиваю, на сегодняшний момент 4,8 миллиарда рублей. И слава Богу, что у нас есть эти возможности. Мы не останавливаемся. В целом, оно как вывод, можно сказать, что те итоги, которые мы имеем за 2020 год, в том числе благодаря и федеральному центру, но, на мой взгляд, первичным является очень грамотная, умело административная команда региона. И мы получили очень неплохой итог. И сейчас темпы не сбавляются в работе. И свидетельство тому, что у нас не было в этом году ни одной сессии, где бы мы поднимали вопросы о сокращении каких-либо финансовых обязательств. Ни одной сессии не было. Деньги выделили также на поддержку населения. Бюджет остался социально ориентированным. Только на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет дополнительно направили 2 миллиарда рублей. Всего в этом году на эти цели предусмотрено 20 миллиардов. Сейчас в крае такую поддержку уже получает более 190 тысяч семей. В статье расходов также оплата коммунальных услуг для льготников и приобретение жилья для детей-сирот. Хотелось бы еще одну цифру обратить. В социальных расходах это 2,5 миллиарда рублей дополнительно выделяется. Это дети-сироты. 100 миллионов дополнительно. Это плюсом к тем расходам. Эти же деньги пойдут на решение проблемы обеспечения детей-сирот жильем. Деньги предусмотрели на строительство и ремонт дорог. Плюс 3 миллиарда 600 миллионов рублей. Из них только 2 миллиарда на взведение Блановского моста. Депутатов Законодательного собрания края губернатор благодарил за еще одно важное решение. Создание фонда поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Для этого парламентарии внесли поправки в соответствующий краевой закон. Мы благодаря вам внесли изменения в законодательство края. У нас теперь есть возможность создать фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Некоммерческие организации что они делают? Они бесплатно, бесплатно просто помогают людям. Просто помогают людям. Конечно, мы должны их поддержать. И такой фонд должен быть. Гранты, которые сегодня в каждом ведомстве есть, он аккумулирует в одно составляющее. Именно только в фонде. Не каждое ведомство, как хочу, так и врачу. А это об этом просили представители некоммерческих организаций. Собрать все гранты в один центр. Вот в этот фонд мы и соберем все гранты. Я считаю, он будет очень эффективным таким оператором, эффективным инструментом, в том числе по распределению грантов. Прозрачным инструментом, прозрачным оператором. Фонд поможет повысить эффективность организации и выступит единым оператором по распределению грантов. В регионе более 6,5 тысяч таких НКО. Они решают важные проблемы и помогают людям. Особенно их поддержка чувствовалась во время пандемии. На сессии ЗСК коронавирусы также засла речь. На борьбу с COVID-19 продолжают выделять весомые средства. Возможно, их удалось бы сократить, если бы с каждым днем людей на ковидных койках в красных зонах становилось меньше. На содержание одного пациента уходят сотни тысяч рублей. У нас сегодня практически отдыхающие со всей страны и в таком объеме и потоке, вы сами понимаете. Поэтому, ну что ж, мы сегодня максимально создаем условия для здорового отдыха, для здорового, подчеркиваю, отдыха в нашем крае. У нас же тоже приезжают со всей страны отдыхающие. Мы тоже отвечаем за их здоровье и жизни. И жители края тоже. Мы тоже безусловно отвечаем за их здоровье и жизнь. Мы на этот год уже выделили более 4 миллиардов рублей на борьбу с ковидом. Это опять госпитали, это зарплаты врачам, это медикаменты. И снова у нас здравоохранение попросило примерно 355 миллионов рублей. Плюсом к этим 4 миллиардам. Это только на этот год. И это ковид. И это пандемия. Еще кто-то говорит о том, что сегодня там давайте будем как прежде. Я еще раз подчеркиваю, положить полностью здравоохранение, что ли, под эти хотелки. И эпилогическая обстановка в крае у нас сегодня в приоритете. Потому что это есть люди и это есть сегодняшний, дальнейший день нашего региона. Обязательная вакцинация на Кубани введена для тех, кто чаще всего взаимодействует с людьми. Другого выбора сейчас просто нет. Но для того, чтобы в регионе выработался коллективный иммунитет, 60% населения должны сделать прививку от ковид-19. Яна Бузычкина, Антон Березин, Кубань, 24, Краснодар. Сегодня на сессии депутаты рассмотрели целый ряд важных вопросов. Пленарное заседание провел председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Парламентарии обсудили исполнение краевых казны и бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2020 год. В бюджете нынешнего года увеличили финансирование нескольких региональных программ. Депутаты рассмотрели также изменения в закон, который в перспективе должен дать толчок развитию ореховодства. В планах парламентариев доработать и закон об эвакуаторах. Все подробности в нашем сюжете. Парламентарии намерены поддержать аграриев, выращивающих орехи. Сегодня на сессии в ЗСК суть законопроекта рассказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Федор Дирека. Фермерам планируют предоставить в аренду земельные участки, находящиеся в краевой или муниципальной собственности, без торгов. Арендаторы сельхозугодий получат поддержку, если будут собирать с каждого гектара не менее 20 центнеров грецкого ореха и не менее 25 центнеров фундука. Законопроект позволит ускорить процесс импортозамещения. По орехам давайте мы и принимаем закон, и на особый контроль. Потому что огромное количество ореховой рощи, это Лазаревская, Адлер, Сочи, Туапсинский район, забыли, забросили. Задача не себя обеспечить, а выйти на российский рынок в том числе. То есть объемы. Мы даем интересные мотивации инвесторам, вот этим законопроектам. Давайте заниматься. Еще одним важным вопросом, который рассмотрели парламентарии на сессии, стали поправки в закон, регулирующий работу эвакуаторов, перемещающих автомобили на штрафстоянку. Изменения представил глава кубанского Минтранса Алексей Переверзев. Поправки должны улучшить пропускную способность дорог и взаимодействие специализированных служб. Важность, значимость закона сложно увеличить, потому что каждый видит, что на улицах происходит и города Коснодара, и других городов. Единственное пожелание найти компромиссы, найти механизмы, которые на сегодняшний день, с которыми не согласна антимонопольная служба, есть возложение прокуратуры Краснодарского края. Поэтому вот эти все вопросы, безусловно, нужно будет урегулировать. По итогам обсуждения законопроект приняли в первом чтении. Госпрограмма развития культуры и спорта прибавит в весе аж на 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на строительство спортивных залов, шаговой доступности и центров единоборств, оборудование и инвентарь, капремонт спортобъектов, оплату труда тренеров. А главное, в Краснодаре появится дворец самбо. Вы знаете, что Вениамин Иванович очень внимательно относится к борьбе самбо, к этому виду спорта, потому что это наш национальный вид спорта. И вот в течение трех лет должен будет появиться у нас дворец именно самбо в городе Краснодара. На заседании парламентарии обсудили и исполнение бюджета территориального фонда обязательного медстрахования за 2020 год. Приняли депутаты изменения в законы о предоставлении земельных участков, работе некоммерческих объединений, развитии предпринимательства и многом другом. Всего на заседании обсудили более 50 вопросов. Людмила Юдина, Денис Акулов, Кубань-24, Краснодар. Новые детские пособия, изменения в налоговом законодательстве и перезапуск льготной ипотеки. Эти и другие нововведения вступили в силу сегодня. Мы сделали подборку самых важных законов и правил, которые будут интересны многим кубанцам. Наталья Авилова расскажет подробнее. Второй месяц лета принес множество изменений от сферы ЖКХ до IT. Пенсионный фонд запускает чат-бота. Искусственный интеллект сможет ответить на часто задаваемые вопросы. Если же электронный собеседник не сможет помочь, то запросом займется уже сотрудник центра. Об остальных нововведениях мы постараемся рассказать так, чтобы вам не понадобилась помощь более компетентных специалистов. Начнем. Россиянам будут выплачивать новые пособия. Деньги получат женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности, а еще родители, которые воспитывают детей от 8 до 17 лет в одиночку. Главное условие – средний доход на одного человека в семье не должен превышать прожиточного минимума в субъекте. Финансовую помощь можно оформить на портале Госуслуг. А теперь о финансовых потерях. Россияне станут больше платить за услуги ЖКХ. Традиционно со второй половины года повышается стоимость коммунальных ресурсов. Максимальные индексы роста устанавливает правительство. В целом по стране они должны подняться почти на 3,5%. Следующую перезагрузку ждали многие. Льготная ипотека на новостройке продлена. Так, семьи хотя бы с одним ребенком смогут взять ипотеку под 7% годовых. Максимальная сумма кредита – 3 млн. рублей. Первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости жилья. Мир вашим доходам. Россиянам перестанут перечислять пенсии и маткапитал на карты Виза и Мастеркард. Теперь их будут зачислять на карты Мир. Передать новые реквизиты счета в ПФР можно через личный кабинет на сайте фонда или портал Госуслуг. Данные примут и во время визита в местное отделение. Теперь россияне смогут восстановить здоровье после перенесенного ковида. Расширенная диспансеризация будет проходить в два этапа. Первый направлен на выявление признаков хронических неинфекционных заболеваний. Второй – это дополнительные осмотры для уточнения диагноза. Пациенты, у которых по итогу будут выявлены отклонения в здоровье, будут поставлены на диспансерное наблюдение. Знание – сила. С начала июля россияне смогут получать информацию о положенной им социальной поддержке по единому телефонному номеру. Ранее эти сведения были доступны на портале Госуслуг. Номер уже работает в тестовом режиме. Уже с сегодняшнего дня на всех продаваемых в стране гаджетах должно быть предустановлено российское программное обеспечение. Среди обязательных приложений – навигатор, почтовый сервис и мессенджеры. Помощь по следам прямой линии с президентом. К Владимиру Путину обратилась 13-летняя Маляка Алиева. Девочка потеряла зрение и ей потребовалось специальное устройство – дисплей Брайля. Он не входит в список обязательных средств для реабилитации, утвержденный правительством и Минздравом. Сейчас Маляка живет в Красноармейском районе вместе с родственниками. О проблеме узнали активисты Общероссийского народного фронта. Они оперативно нашли спонсора и вручили девочке необходимое устройство. Дисплей Брайля позволяет людям с ограниченными возможностями быть в жизни такими же полноценными, здоровыми, как и все остальные люди. Это очень здорово, что Маляка обратилась на прямую линию к президенту Российской Федерации. Отмечу, что после обращения девочке президент дал поручение включить умные гаджеты в список технических средств реабилитации для людей с проблемами зрения. В теории невозможно, но на практике случилось. Рыбак, волонтеры и дельфины стали героями резонансной истории в Новороссийске. Она широко обсуждается в соцсетях и ударила по репутации предпринимателя. Причиной людских волнений стали афалины, заплывшие в рыбацкие сети. Их заметили отдыхающие поселка Широкая Балка и сообщили о случившемся на горячую линию. Что было дальше, расскажет Юлия Тунгусского. Ранним утром стало известно, что три дельфина плавают в рыбацкой сети. Нет, они не запутались в ней, но вели себя очень странно. Двое метались, пытаясь найти выход, а еще один афалин зависал на поверхности воды и сдавал писк. Он зависает. Зовет. Оказалось, что это самка кормящая, а за сетью плавает ее малыш. Волонтеры задумались, а что если он голоден, ведь неизвестно, как давно мать разлучена с ним. Связались с пограничниками, они в свою очередь с рыбачащим предпринимателем. Тот пояснил, дельфины сами выберутся. Это предусмотрена конструкция сети. Дескать, находятся они в ее так называемом дворе, а не в ловушке, которая закрывает пойманное. Вот от этой точки до этой точки разрыв получается, где свободный вход и свободный выход. Вот это вот треугольничек, ромб, это двор. Время шло, минуло несколько часов, а гости двор никак не покидали, вели себя все более странно. Выпускать их нужно было как можно быстрее. То есть если дельфин не выходит из сетей в течение получаса, скорее всего у него есть эти проблемы. Либо он начинает стрессовать, либо он не видит, где выход из самих сетей. Мы описали всю эту ситуацию пограничникам, и они сказали, что выпускайте своими силами с минимальным ущербом. Минимальным ущербом оказались 8 срезанных стяжек и опущенная на несколько метров сеть. Все, завязали обратно сеть. Сеть не порвана, сеть не порезана. Мы ее завязали на том же уровне, что она была и раньше. Срезали мы только стяжки. Вот такие стяжки. Дельфины благополучно покинули западню, уплыли не попрощавшись. А вместо них на место ЧП прибыл владелец рыбацкой конструкции. Это мой ставной невод, которого беру в государство, я разрешение, что я его поставил законно здесь. А вы мне его пришли и попортили. И испортили его. Вот сейчас приедет милиция, будем разгрывать. Полицейские зафиксировали ЧП и оформили соответствующие бумаги. Предприниматель тем временем подсчитал ущерб. В тот день вместо тысячи и полутора тонн барабульки он выловил только 200 килограммов. Все из-за поврежденного невода. Я пришел, его отремонтировал, сделал все. Все как бы, все, он в рабочем состоянии. Все после этого я не хотел никакое писать на них заявление, там на ущерб, на это. Ничего этого не хотела. Но когда пришел с работы на берег, тогда мне понеслись на телефон, как бы, все вот эти ссылки, где меня выставили, что я живодер. Заявление все же было написано, и полицейским пришлось разбираться в ситуации. Оценив все действия и обстоятельства, они пришли к выводу. Причинение ущерба кому-либо не установлено. В действиях женщин-волонтеров какого-либо состава административного правонарушения не усмотрено. Рыбацкая сеть, которая не должна была стать ловушкой для афалинов, но таковой оказалось, подвела предпринимателя. Случившееся стало стрессом не только для дельфинов, но и для людей. Мы, наоборот, к дельфинам очень лояльно относимся. То есть мы их кормим, когда они приходят, их и рыбой кормим, и они заходят в наши невода и кормятся этой рыбой. Мы как бы к ним очень спокойно относимся. То, что даже они заходят, мы на основной невод ходим каждый день. Остается надеяться, что дельфины, которые считаются самыми умными млекопитающими на планете, в следующий раз найдут выход из сетей, которые расставляют для обитателей моря человек. Юлия Тунгускова, Александр Брыксин, Кубань-24, Новороссийск. В эфире «Факты». Продолжаем знакомить вас с новостями региона. Аномальная жара надвигается на Кубань. В пятницу и в выходные воздух прогреется до плюс 35, а местами еще выше, предупреждают синоптики. Не будет и ветра. От этого жара кажется еще сильнее. Будут наблюдаться самые максимальные температуры воздуха. Воздух прогреется в ночные часы, будет наблюдаться до 20-25 градусов. В дневные 30-35, а в северо-восточных районах местами до 35-37 градусов. Такая погода чревата тепловыми ударами. Первые симптомы перегревания – покраснение кожи, сухость слизистых, сильная жажда. В дальнейшем, возможно, потеря сознания. В зоне риска люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, тяжело, высокие температуры. Переносят пенсионеры и малыши. Медики советуют планировать прогулки на раннее утро или поздний вечер. А в сумке обязательно должна быть вода. Водежда должна быть легкая, свободная, светлых тонов, натуральных тканей. Обязательное ношение головного убора. По возможности снизить физические нагрузки всем категориям граждан. Если есть возможность, не выходить на открытое солнце. Водителям, если за окном выше 30-32 градусов, стоит ехать медленно, а лучше и вовсе перенести поездку. Временем под кондиционером лучше не злоупотреблять. Перепад температур может привести к тепловому шоку. Это, в свою очередь, спровоцирует простуду. Вместо этого лучше несколько раз в день принимать прохладный душ. Первый электробус начал ездить по улицам Сочи. Пока машину нового поколения тестируют водители. Эксперимент проходит в рамках проекта администрации курорта по замене автобусов на более экономичные и экологичные модели. Достоинства такого электротранспорта уже оценили во многих странах мира. Это и статичная зарядка быстрого типа, позволяющая за 25 минут полностью зарядить аккумулятор. Большая вместимость и теплопоглощающие стекла. Происходит тестирование на одном из маршрутов предприятия. Водители обкатывают маршрут, смотрят процессы, характеристики, как он себя проявит на разных уклонах, подъемах на местности. И в том числе эксплуатация всех систем в жаркую погоду. Первый электробус прибыл в Сочи из Белоруссии, где такой транспорт успешно используется уже почти 5 лет. Благодаря низкому уровню пола, накопительной площадке и пандусу, электробусом могут пользоваться маломобильные граждане. В салоне есть системы климат-контроля, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и медиа-экраны. В ближайшее время тестирование завершится, после чего зеленый автомобиль смогут оценить жители и гости курорта. Сразу две площадки, детская и спортивная, появятся в станице Каневской. Их сейчас благоустраивают в парке имени 300-летия Кубанского казачьего войска. Реконструкция зеленой зоны проводится по нацпроекту «Жилье» и «Городская среда». Она стартовала весной. На преображение парка направили почти 47 миллионов рублей. Большую часть тротуарной плитки строители уже уложили и получают первые отзывы от жителей. Все на глазах преображается. Уже вот можно даже в каблуках пройтись по парку. Плиточкой все выложено. Красота. Будет просто красота. Привычную планировку парка решили не менять. Но добавились новые аллеи и специальная извилистая дорожка в гравийном исполнении для любителей бега и скандинавской ходьбы. Для зимних забав планируют оборудовать ледовую площадку. И чтобы подчеркнуть кубанский колорит, отреставрируют казачье подворье. Во дворе будет полностью воссоздан быт как и двора, так и хаты казака. Также из малых архитектурных форм у нас добавятся очень хорошие, красивые литые лавочки. Также добавятся урны. Они идут из одной коллекции. Фонтан в парке был. Он останется. Форма его будет неизменно классической. Сейчас будут проводиться работы по полной его реставрации. Строительные работы завершатся до 30 августа. А потом будут ждать подходящей погоды для высадки деревьев и кустарников. Все еще остается интригой конфигурация 3D-ограждений зверинца. Это изюминка станичного парка. Обещают, что новые заборы обеспечат лучший обзор вольеров с животными. Стариному храму в Кавказском районе вернут голос. На нем сейчас устанавливают колокола. Возводить здание начали еще до революции. Однако завершить стройку не удалось. После войны почти достроенный храм взорвали по приказу местных властей. Возродить святыню получилось только три года назад. После этого она превратилась в платбищенскую часовню. На нее водрузили купол и крест. И вот теперь привезли колокола. Для жителей это событие долгожданное. Сбылась мечта наших дедов и прадедов. Значит, эту церковь не достроили. Революция. А потом, в 50-е годы, наши местные власти, коммунисты, хотели взорвать, взять кирпич, там свинарники строить. Ну, Бог их отвел в сторону. Ну, нашлись люди, слава Богу, что восстановили памятник для внуков, правонуков и для всех нас. Всего под куполом будет красоваться 10 колоколов. Самый большой весит свыше 500 килограммов, а маленький около 8. Часовню будут восстанавливать и дальше ее планируют отреставрировать и осветить. На поиски переднеазиатских леопардов по горам Северного Кавказа отправилась спецэкспедиция. Ученые проверят фотоловушки, а также изучат тропы и ущелья, где могла ступать лапа редкой дикой кошки. Исследования помогут выяснить, появились ли дети у редких животных или, возможно, кто-то погиб. Будем смотреть, что фотоловушки сняли, попались где-то звери или нет. Ну, будем искать там другими доступными путями. У нас сейчас заложены на все лето маршруты и в Кавказском заповеднике, и по Северной Осетии, и в Кабардино-Балкарии. Потому что последняя информация о самке, выпущенной в Осетии в 2018 году по кличке «Волна», она из Кабардино-Балкарии. Там был найден ее ошейник. Программа восстановления популяции редкого леопарда на Кавказе действует уже более 10 лет. Перед тем, как хищников выпустить в природу, ученые проводят большую работу. Они оценивают поведение зверей, анализируют реакцию, способность адаптироваться, делают тесты охотничьего инстинкта. Все процессы организованы без контакта с человеком. Да пребудет с тобой сила или фанаты звездных войн, объединяйтесь. Библиотека Резуслабинска собирает фигурки персонажей знаменитой киносаги. В коллекции уже более 70 экземпляров. Есть дорогие, редкие, массового производства. Каких-то героев дарят друзья, но в основном копить на статуэтке приходится самостоятельно. Если бы подумали, что это история только о коллекции, нет. Эпизод мы посвятим необычной любви, которая разгорелась, как световой меч. На фоне общих интересов в гостях у семьи косплееров побывала Алина Сорокина. Представьте, приходите вы в гости, а на пороге вас встречают имперский офицер и рыцарь джедай. Предлагают посмотреть атаку клонов за плюшками или изучить самый необычный семейный альбом, который я когда-либо видела. Сюжет фотосессии. В кубанском Рапсе встречаются военные в униформе адептов темной стороны. Вместо цветов бластеры, но при этом их чувства не остановить. Вообще, попадая в квартиру, сразу понимаешь, здесь живут фанаты. Только из штурмовиков можно сформировать отдельный отряд. Кстати, именно с этих воинов и началось коллекционирование. Вот моя первая фигурка, с которой вся коллекция и началась. Это было в 2014 году. А вот эта фигурка, откуда она взялась, там на мультифандомном фестивале проходила ярмарка. Всяческой такой фанатской продукции. Там были и комиксы, и настольные игры, и фигурки. Вот на стенде с сувенирами сразу я обратила внимание на этого штурмовика. Тогда еще Елена не была замужем. Об этом позже. Вообще, любовь к фантастике сформировалась у женщины только к 30. До этого жанр не грел сердце библиотекаря. Но неожиданно в ее жизнь ворвался «Властелин колец». В те годы роман Толкина был на пике популярности после удачной экранизации. Мир и герои полюбились. И теперь Елена была готова открыться «Звездным войнам». Вот как я себе представляла содержание этого фильма. Думаю, ну, наверное, это пропагандистский фильм, в котором доблестные американские вояки бьют в космосе тупых безмозглых русских. Я даже не хотела его смотреть принципиально. Конечно, я не представляла, что там вообще такое. Девчонки-одноклассницы говорят, да что ты, такой красивый фильм. Там принцесса была. Думаю, да что за ерунда, какая принцесса в космосе. Первый просмотр был случайным. Увидела концовку фильма по телевизору. Следующий эпизод она уже ждала. Новые ленты старается смотреть только в кино. Мораль там все-таки христианская. Там показано, как человека губит гордыня и страх. Вот этот вот путь Энакина Скайокера от доброго маленького мальчика, желающего всем помочь. И вот это его падение до зловещего Дарта Вейдера. Вот это путь человека, который, несомненно, был очень хорошим человеком. Вообще, «Звездным войнам» приписывают много философских идей. Считается даже, что концепция света и тьмы взята у Данте. Поэт считал, что грех – это ошибка одной из главных добродетелей, любви. И неверных или неправильных понятий ее аспектов. Это и произошло с Дартом Вейдером, главным антигероем саги. Его привязанности превратились в страх и ярость. «Темная сторона силы открывает путь к таким способностям, которые кое-кто считает естественными. Познай же темную сторону силы, и ты сможешь спасти свою жену». А теперь о любви семье. Помните самую первую фигурку штурмовика, которую приобрела Елена? Она сфотографировалась с ней и выложила снимок в соцсеть в одну из тематических групп. Там ее и заметил будущий муж. «Чего-то нашлось такого общего. Разговаривали, разговаривали, потом все более-менее начинали откровенничать. Прошли проверку армии. Когда я служил в 2017 году срочку, посылки посылала жена, денежки переводила, чтобы себе вкусненького мог купить. Да, вот так вот в принципе. Ну и дома. Не особо хотелось уже в этом Екатеринбурге, хотелось начать свою жизнь. Перебрался сюда». Супруг тоже любит космическую сагу и косплей. Сейчас в планах у пары купить стеллаж побольше, чтобы комфортно разместить в нем уже совместную коллекцию фанатского мерча. Алина Сорокина, Сергей Целиков, Кубань, 24, Устилабинский район. Какой все-таки у нас удивительный край и люди, которые в нем живут не менее прекрасные. Ко мне сейчас присоединяются ведущая спортивных фактов Наталья Баранова и наш синоптик Александр Калужный. Коллеги, я вас приветствую. Саш, первый вопрос будет к тебе. Начался новый летний месяц. Скажи, какую погоду нам ждать в ближайшие сутки? Ну, смотрите. В погоде, как и в спорте, есть свои победы, есть свои поражения. Я сейчас имею в виду потепление и дожди. Ну, до выходных будем побеждать, будет все отлично. А вот в выходные будем сдавать позиции. Начнутся опять во многих районах нашего края дожди. Но более детальные и подробные разберем в прогнозе погоды. Обязательно посмотрите. Обязательно посмотрю. Наташа, знаю, что и вы составили свой спортивный анонс на целый месяц в ближайшие. Расскажи о самых ярких событиях. Да, в том числе в этом выпуске будем об этом говорить. О том, как футбольный Краснодар, футбольный клуб Сочи готовится к сезону. О большом шахматном событии в Сочи тоже поговорим. Так что обязательно включайте нас в 20 часов 20 минут. Я передаю слово своим коллегам. А с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. Добрый вечер. С каждым днем мы все ближе к выходным. И это радостная новость. Будут ли радостные новости, связанные с погодой? Узнаем прямо сейчас. Несмотря на локальные потопы, случившиеся в разных городах накануне, масштаб непогоды оказался более скромным, чем в предыдущие дни. Виновник ухудшения погоды в европейской части страны – огромный активный циклон. И в среду основная зона его облачности располагалась над северной половиной региона. Сегодня в атмосфере над Кубанью будет укреплять свои позиции антициклон. Его усилиями облаков в небе будет немного и обойдется без дождей, что позволит солнечным лучам продолжить активный прогрев воздушных масс. Но все же во многих районах края осадков не избежать. Насколько прогреется Кубань, давайте посмотрим прямо сейчас. Мы видим, что сразу восточная часть идет на повышение. Армавир, Кропоткин, Тихорецк до 34 градусов. И именно в этих районах пока осадков не ожидается. А там мало ли как себя покажет этот антициклон. Что касается горные и предгорные районы. Майкопа, Отрадная, Мостовской до 31 градуса выше нуля. В Апширонске возможны дожди. 30 градусов сможем на термометрах увидеть. Давайте посмотрим на северную, западную, центральную часть Кубани. Город Ейск. Посмотрите, в Ейске погода замечательная. Я уж не говорю о Примоско-Ахтарске, где вовсю должно светить солнце. И 31 градус мы сможем увидеть на термометрах. Давайте посмотрим на западную часть. В Чебрюке и в Крымске до 35 градусов. Казалось бы, два города находятся ближе, а друг другу нет. А в Крымске будет значительно теплее, чем в Темрюке. Что касается центральной части, город Емашевск, до 34 градусов выше нуля. Также попробуем обойтись без осадков. Но далеко дождевики и зонты не убирайте. Вот на Черноморское побережье. Самое время переместиться прямо сейчас. Начнем с города Сочи. В Сочи люди отдыхают. В Сочи все замечательно. Дождей пока нет. Но если только ночью могут выпасть осадки, 29 градусов тепла. Ощущаться будет, конечно, это все жарче дело. В Туапсе могут полить дожди. Опять же, это ближе к вечеру. Возможно, в Геленджике плюс 29 градусов. Ожидается без осадков. Но это все как стемнеет, друзья, так и начнутся дожди. Может быть, даже вы этого и не заметите. Будете спокойно спать. В Новороссийске без осадков плюс 30 градусов выше нуля. Самое время переместиться в краевую столицу. Давайте посмотрим, что с утра у нас показывают термометры. 27 градусов будут показывать они. Осадков также не ожидаем. А вот днем до 32 температура у нас поднимется. Опять же, будет ощущаться как целых 35. Друзья, не забываем надевать головные уборы. Вечером 28 градусов. Мы видим одну капельку. Это означает то, что возможны осадки в виде дождя. Что касается ветра. Преимущественно северо-восточный. До 6 метров в секунду. А вот с давлением, друзья, у нас небольшие проблемы. Давление начинает постепенно падать, опускаться. Метеозависимым будьте аккуратны. На этом у меня все о погоде. Помните, какая бы погода ни была за окном, главное – это хорошее настроение. Это хорошее настроение.